Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Павел Луцек, я директор по продажам и развитию бизнеса компании Криптопро И сегодня я буду модератором первого трека, который называется «Эффективный сок. Лучшие практики» И будет посвящен практическим вопросам обеспечения киберзащиты с использованием как внутренних, так и внешних соков И перед тем, как мы перейдем непосредственно к докладам, немножко организационной информации Весь сегодняшний день с утра до самого вечера мы проведем очень активно в двух залах Здесь в первом зале будут интересные доклады и параллельно во втором, здесь во втором точнее зале будут интересные доклады А в первом зале параллельно вместе с нами будут как доклады, так и замечательные дискуссии, круглые столы и очень много-много различного интересного интерактива При этом, несмотря на то, что впервые наш сок-форум проходит в онлайн режиме, мы постарались сделать все, чтобы вы чувствовали здесь сегодня вместе с нами в Москве Как будто вы вместе с нами в этой студии, с нашими экспертами И у вас есть возможность задавать экспертам вопросы в прямом эфире, мы их будем задавать непосредственно после докладов Есть возможность писать ваши комментарии в чате, голосовать и много-много другого активного делать При этом, за каждую вашу активность на нашей интерактивной платформе мы будем начислять вам специальный сок-баллы И в конце дня самые активные участники будут награждены специальными призами При этом, куда же без специального вопроса от телеведущего Внимание, вопрос Какая организация первой в России организовала собственный сок? Еще раз повторю Какая организация первой в России запустила собственный сок? Пишите ваши варианты ответов в комментариях в чате и через час мы подведем итоги Коллеги, а сейчас мы непосредственно переходим к нашим докладчикам Всего у нас будет три доклада в нашей секции Начнет наш трек Алексей Новиков, представитель НКЦКИ Который расскажет про сервисы, которые представляет платформа Госсопка Дальше будет сюрприз Сегодня будет много Алексея Лукацкого Первый его доклад будет посвящен практическим вопросам обеспечения безопасности Мониторинга удаленного доступа и различных кейсов И в заключительном третьем докладе нашей секции Выступит директор по развитию НИП информозащиты Иван Мелехин Который расскажет о том, как же писать техническое задание На внешние сервисы мониторинга событий безопасности Итак, все готово для начала наших докладов И на сцену я приглашаю первого докладчика Алексея Новикова, НКЦКИ Под ваши бурные продолжительные виртуальные аплодисменты Алексей, прошу вас на сцену, вам слово Здравствуйте, уважаемые коллеги Я рад вас приветствовать на нашем ставшем уже традиционном мероприятии В таком нетрадиционном формате Год выдался непростым Было много испытаний Но часто испытания приносят с собой опыт Рождающий новые возможности Мой сегодняшний доклад посвящен как раз тем новым сервисам Которые на стороне НКЦКИ появились за прошедший год В рамках госсопки мы построили и развиваем систему прежде всего информационного взаимодействия В рамках которой опыт противодействия вредоносной активности одних участников Может быть использован для защиты всех остальных В основе этого информационного взаимодействия Этого круговорота информации Лежит прежде всего информация, поступающая от участников системы О компьютерных инцидентах, с которыми они сталкиваются В этом году мы добавили информацию о компьютерных атаках То есть тех проявлениях вредоносной активности Которые не вызвали компьютерные инциденты Но могут идентифицировать так или иначе злонамеренную активность И еще один параметр набора информации Это информация об системах участников, об объектах О тех элементах этих объектов, например, программном обеспечении В отношении которых участникам интересно было бы получать информацию О угрозах различных, например, уязвимостях На стороне НКЦКИ эта информация обогащается сведениями Поступающими от профессионального сообщества Результатами собственных исследований Результатами, поступающими по линии взаимодействия национальных церков Ну и другими видами информации И на основе этого рождаются, скажем так, фиды Информация о признаках компьютерных инцидентов В индикаторах вредоносной активности большой у нас есть поток информации Об уязвимостях программного обеспечения В этом году таких бюллетеней было выпущено уже более 500 Более чем о тысяче различных уязвимостях Ну и методические рекомендации по противодействию угрозам Мой сегодняшний доклад будет посвящен тем сервисам, которые направлены Прежде всего на предотвращение или раннее выявление компьютерных инцидентов Это первые две позиции в перечне информации И первый из них связан с информированием о признаках компьютерных инцидентов В системах наших участников Это сам по себе, конечно, не новый сервис Это базовый наш функционал Мы с этого начинали, мы этот сервис развиваем В этом году я хочу отметить с удовлетворением Что активных участников стало гораздо больше Участник объектов, которые были подключены к системе в этом году Их число увеличилось почти больше, чем на 40% Появились возможности обрабатывать новые виды информации В частности информации о почтовых вложениях, содержащих вредоносные объекты На этом примере я хочу показать, как работает система получения полезной информации Для всех участников при получении информации о компьютерном атаке Связанной с попыткой внедрения ВПО От одного из субъектов Субъект присылает нам информацию о такой попытке внедрения То есть вредоносное сообщение электронной почты Содержащие вложения в виде либо исполняемого модуля, ссылки По-разному может быть Дальше получение этого письма, анализ заголовков Позволяет нам начать работу с субъектами атакующей инфраструктуры Не со злоумышленником, но с операторами связи Чьи объекты были использованы хостеры, иностранные организации Но и часто это бывает, к сожалению, в том числе и участники То есть анализ таких сообщений у нас является одним из источников В том числе выявления признаков инцидентов Приведу небольшую статистику Где-то 30% писем, которые мы получаем от участников А участники предоставляют нам те сообщения, которые они считают нужным предоставить Это может быть карантин из почтового сервера, например То есть те письма, которые под тем или иным критерием на периметре организации были остановлены Это, мне кажется, такой оптимальный подход В этом случае организации не рискуют предоставить что-то лишнее Такая квинтэссенция вредоносной активности Так вот, 30% примерно таких писем приходят с реальных адресов То есть не спуфленные адреса Из этих 30% примерно 20-30% это письма, направленные со взломанных аккаунтов Аккаунтов в том числе участников гособки Иногда субъектов критической информационной инфраструктуры Иногда просто организации, про которых мы начинаем выяснять Кому это может быть интересно, что это за организация И таким образом информируем Мы обязательно стараемся дойти до всех, по крайней мере, российских таких участников Иногда будущих участников системы Так вот, получив признаки подтверждения того Что это поступившее письмо было направлено от, например, участника субъекта номер 2 гособки Он получает, соответственно, уведомление о признаке инцидента Это обязательно Сообщает нам, проводит у себя анализ Получает от нас дополнительные вопросы То есть он рассказывает нам о результатах анализа инцидента Типа компрометации учетной записи И мы всегда просим направить нам полный перечень адресатов рассылки Кто еще получил такое письмо И дальше, соответственно, проводим информирование всех остальных В том числе, как я уже сказал, пытаемся найти тех, про кого еще нет в гособке Ну, для того, чтобы предупредить, рассказать Мы получаем то же самое от них И вот таким образом Это информационное взаимодействие зацикливается Сообщение электронной почты здесь, как пример Компьютерная атака типа попытки внедрения ВПО Один из частных случаев В принципе, это применимо и к другим видам компьютерных атак Которые мы в этом году добавили в перечень информации, которую мы умеем обрабатывать Второй сервис связан с помощью выявления признаков компьютерных инцидентов На основе анализа DNS-трафика Который циркулирует в информационных системах участников гособки Появление этого сервиса связано вот с чем Одно из наших приоритетных направлений деятельности Это противодействие компьютерным атакам Вредоносному программному обеспечению За которым стоит злоумышленник с высоким уровнем квалификации Иногда специальные органы иностранных государств Иногда просто высокой квалификации злоумышленники То есть то, что обычно называется APT-атаки Противодействие таким атакам часто Реагирование на такие инциденты связано с тем, что Не все индикаторы вредоносной активности Могут быть доступны быстро Часто для того, чтобы провести все исследование И эффективно противостоять этим угрозам Нужно какую-то часть информации придержать И период бывает больше, чем нам хотелось бы Что же делать, как противостоять тем, кто тоже оказался Жертвой таких компаний В этом году мы опробовали следующий сервис В наших базах знаний мы стараемся агрегировать информацию Не только об APT, а о всех остальных признаках вредоносной активности И предложили участникам проверять Осуществлять выявление признаков внедрения такого ВПО В их системе на основе анализа DNS-трафика или DNS-статистики Мы принимаем либо блок-файлы DNS серверов День-два Либо трафик DNS, либо DNS-флоу Проводим анализ на своей стороне И выдаем информацию о том, что искать Рекомендации, как противодействовать Этот сервис показал очень интересные результаты И он очень прост, очень эффективен Есть вопросы и рекомендации наши к тому, как собирать В каких точках собирать этот трафик Здесь нужно помнить о том, что есть в системе DNS-рекурсия И очень высоко в этой иерархии собирать бывает неинтересно Потому что кэшированные ответы находятся ниже И в трафике интересных запросов не будет Нужно помнить о том, что нам потом искать целевые хосты Соответственно, уметь найти, идентифицировать сам источник Если есть интерес к такому сегменту, такому способу раннего выявления признаков инцидентов Напишите нам по контактам, которые будут в конце презентации Или на нашем сайте Мы организуем с вами это взаимодействие Это первая очередь нашего сервиса, который мы внедрим в ближайшее время Сервис, связанный с обеспечением безопасного DNS Безопасный DNS, эта инфраструктура будет предоставлять возможности Не только выявления, но и блокирования доступа к ресурсам Которые не нужны, доносные Будет иметь возможность выявления DNS-туннелей И других угроз, которые в этом году стали актуальны Следующий сервис — это информирование о признаках О, скажем так, анализ подозрительных и вредоносных почтовых сообщений Которые приходят от участников системы Это возможность для участников системы задать вопрос Вот мы получили какое-то письмо Не знаем, что с ним делать Или кто-то уже у нас открыл Кто-то, возможно, не открывал Но мы оперативно даем ответ на вопрос О том, что это за объект Если произошел его запуск, то что делать Какие рекомендации Как с этим бороться Хотел сделать небольшой акцент На предотвращение возможности использования злоумышленниками Доменных имен Самих участников систем Ну, вообще наших организаций При рассылке вредоносных сообщений Я уже сказал, что в начале где-то 60-70% писем вредоносных Они спуфленные И наш анализ показывает, что такие несложные технологии Как SPF, Ким и Демарк Которые могут быть внедрены Ну, должны быть, наверное, внедрены На уровне защищаемых объектов Их распространение Ну, или аналогичных им механизмов Распространения сейчас не очень велико Но в качестве рекомендации Можем предложить Такую часть угроз В отношении использования своих же Доменных имен Для рассылок вредоносной активности Предотвратить, снизить Кстати, у нас есть Возможность информирования О использовании доменов наших участников Для вот как раз таких подставных рассылок Мы этим, в принципе, тоже занимаемся И это Этот сервис Связанный с анализом подозрительных Вредоносных объектов Тоже является одним из источников Индикаторов вредоносной активности Которую мы делимся И будем делиться с Участниками системы Мы сейчас проводим работы по созданию В рамках цифровой экономики Национальной базы знаний Индикаторов вредоносной активности Система будет запущена В следующем году В первую очередь И это будет Такой агрегатор всех наших знаний О вредоносных Индикаторах вредоносных знаний Вредоносной активности Будет в рамках его Сделан ряд источников Предоставляемых в том числе В автоматизированном режиме Для участников госсопка Может быть для производителей Средзащиты И эту базу мы будем пополнять Все вместе Всем нашим сообществам Наверное Это все, что я хотел сказать Спасибо Есть вопросы? Алексей, огромное спасибо за доклад Всегда с нетерпением Ждем Ваших выступлений Чтобы от первого лица Узнать самую актуальную информацию Ну а у нас появились Первые вопросы от наших участников Из чата И первый вопрос от Артура Жураева На чьей стороне лежит Ответственность по отправке Уедомлений в НКЦКИ Корпоративный центр госсопка Или оператор субъекта КИИ Ответственность за информирование О компьютерных инцидентах НКЦКИ Лежит на владельце Это то, что записано в законе Если объект, субъект КИИ Подключен к госсопке Осуществляет взаимодействие Через центр соответствующий И с центром есть соглашение И он уведомляет нас о том Что информирование будет осуществляться Через соответствующий центр То эта ответственность ложится на центр Ну а взаимоотношение центра с участником Он определяется их договором Спасибо, Алексей Ну и еще один, наверное, вопрос На который мы успеем ответить Это вопрос от Жаргала Алексей, на ваш взгляд Какие лучшие сервисы использовать При, видимо, пресечении Компьютерных инцидентов? Ну это такой сложный, на самом деле Объемный вопрос Мы все здесь обсуждаем Такие летачи сервисы, которые нужно использовать Это информационные сервисы Трэд интеллидженс То, что позволяет добыть информацию Которая, в том числе в автоматизированном режиме Позволяет выявлять вредоносную активность Ну, средства защиты традиционные Они тоже нужны Они тоже предотвращают инциденты Их широчайшая линейка сейчас Понятно, Алексей Ну, последний, наверное, вопрос У нас, наверное, остается 30 секунд Мне очень понравился вопрос от Дениса Немножко он может быть провокационный Можно ли получать уведомления с Госсопки Но ничего туда не отправлять? Ну, вы понимаете Сейчас мы строим сообщество Которое во многом добровольное И мы развиваем сервисы Которые могут быть полезны участникам системы Ну, и информацию не зажимаем, скажем так Мы видим информацию о той же самой рассылке ВПО Которая затронула организации, которые еще не в системе Или наоборот, они были источниками То есть у них признаки инцидент Мы тратим силы и время на то, чтобы найти и предупредить То есть мы рассчитываем, что вот это вот сообщество Оно будет постепенно приобретать внутреннюю активность Конечно, всегда будут участники, которые получают, но не отдают Но так бывает всегда Как любая эффективная коллаборация Чем больше участников, тем более эффективная система для каждого из них Алексей, еще раз большое спасибо за участие в нашей конференции А мы продолжаем И сейчас, как я уже обещал У нас будет сюрприз А перед этим буквально несколько слов еще Организационной информации Как я уже говорил, коллеги, просьба также продолжать активно задавать вопросы Которые мы будем задавать нашим выступающим после их докладов Ну и также хочу сказать еще об одном моменте У нас сегодня действует специальная секретная игра В чем она заключается? Мы взяли две фразы, которые пока в секрете Но их можно разгадать Разгадать их можно следующим образом Следите за сегодняшними выступлениями Обращайте внимание на всякие мелочи, появляющиеся на экране Вы цепляете разные слова Пытаетесь собрать из них две эти фразы Указываете в своем профиле Получаете повышенное количество сок баллов И выигрываете замечательные призы Ну а мы идем дальше И на сцену я приглашаю нашего следующего спикера Алексея Лукацкий Бизнес-консультант ЦИСК Алексей, добро пожаловать, вам слово Приветствую Добрый день, уважаемые коллеги Меня не зовут Руслан Иванов И я буду рассказывать презентацию, которую я вижу первый раз Но я надеюсь, это не сильно повлияет на ту полезную, на мой взгляд, информацию Которую вы получите о том, как мониторить безопасность удаленного доступа Несмотря на то, что у нас посвящена последняя, наверное, половина этого года А может быть даже и больше Именно теме самоизоляции, удаленки, ковида К сожалению, мы не так много на СОК-форуме говорим именно про безопасность удаленного доступа А самое главное, про мониторинг безопасности удаленного доступа Хотя для многих центров мониторинга это действительно стало достаточно большим челленджем Большой проблемой Тем более, что и удаленный доступ сегодня очень сильно поменялся Если раньше удаленный доступ это было по сути своей только подключение к электронной почте И, возможно, к адресной книге и календарю своего смартфона или планшета То сегодня удаленка – это полноценный доступ ко всем бизнес-приложениям Которые могут быть размещены как внутри корпоративного центра обработки данных Так и в облаке Многие компании сегодня уходят в облака И это еще один челлендж – мониторинг безопасности облаков У которого, к сожалению, зачастую просто не хватает встроенных возможностей По мониторингу себя, по отдаче логов во внешние какие-то решения Во внешние СИЭМы или во внешние СОКи и так далее Если мы посмотрим на то, как сегодня выстраивается технология удаленного доступа То можно выделить таких 8 ключевых сценариев Которые, в свою очередь, конечно же, можно немного объединить И у нас получится такая пятерка Это туннелирование, когда у нас доступ осуществляется напрямую С удаленного рабочего места к корпоративным или к облачным приложениям Это доступ через портал, так называемый, как бы без VPN-ное подключение Относительно без VPN-ное Это, конечно, подключение через Remote Desktop Это может быть VDI или RDP Это немного разные способы подключения Это прямой доступ к приложениям, если они обеспечивают такого рода возможность И комбинированные различные методы Но в целом вот эта восьмерка, она сегодня доминирует на рынке удаленного доступа И многие компании к ним переходят И, соответственно, перед нами встает задача А как нам перестроить работу нашего центра мониторинга Именно исходя из этой новой совершенно модели Для многих компаний построения своих бизнес-процессов Если мы посмотрим на архитектуру удаленного доступа То, проведя декомпозицию, мы поймем, что у нас всего пять ключевых компонентов Это удаленное рабочее место Неважно, на базе оно построено смартфона, планшета, ноутбука Корпоративного, либо служебного, либо личного Совершенно неважно Это обязательный компонент, без которого никуда не деться Именно ему надо уделять максимальное внимание Второе, это, собственно, сам периметр, который мы замечательно умеем мониторить И мониторим до сих пор, и будем мониторить дальше Несмотря на разговоры о том, что периметр размывается Внедряется концепция Zero Trust У нас все равно остается точка подключения к корпоративным приложениям Это либо корпоративный периметр, либо облачный периметр Разницы здесь на самом деле немного И там и там используются те же самые технологии Только в одном случае это аппаратные железки В другом случае это виртуализированные, те же самые Firewall, IPS и так далее Третий компонент это SOT Если мы говорим о корпоративных приложениях, которые остаются у нас внутри сети 1S, Billing и так далее Либо это могут быть облачные приложения Типа WebEx, Zoom, Salesforce.com, Office 365 И другие приложения, которые мы стали активно использовать именно во время пандемии И, наконец, пятый компонент это каналы связи, которые также надо мониторить Но речь не только и не столько о VPN-ах, сколько о других возможностях, которые у нас возникают с точки зрения именно информационной безопасности Если мы говорим о мониторинге удаленных рабочих мест А, как я сказал, это, наверное, ключевой момент, на который надо обращать внимание То именно здесь сосредоточены сегодня усилия многих злоумышленников Потому что именно удаленные пользователи теперь не находятся под сенью корпоративных средств защиты Firewall, IPS, Proxy, DLP и так далее И пользователи оставлены один на один с теми угрозами, которые исходят из интернета И, соответственно, большее внимание надо уделять уже не периметру, как это было раньше, а именно удаленным рабочим местам Соответственно, какие здесь важные моменты мы должны учитывать? Это корреляция событий, причем событий не только тех, которые происходят на самом удаленном рабочем месте Их может быть достаточно много, они могут исходить из виндовых логов, они могут исходить из различных приложений Они могут исходить, собственно, от сетевого стека Это, конечно же, еще и корреляция событий с сетевыми вещами И возможность объединения этих логов уже на стороне сока для выявления каких-то аномальных вещей Ну, например, мы сталкиваемся в рамках нашей деятельности с ситуациями, когда сотрудник, ушедший на удаленку Начинает подрабатывать сразу в нескольких местах И если в своей обычной жизни он находился на рабочем месте и работал в интересах одного работодателя То на удаленке он начинает работать в интересах разных работодателей Он использует зачастую разные приложения Он разное время проводит в разных приложениях Он посещает разные сайты, картина его поведения, она меняется Для этого нам необходимо коррелировать информацию, происходящую на его энпоинте А также с информацией, которую мы собираем с сетевого уровня Причем не обязательно это на периметре Это могут быть различные DNS-фаерволы и тому подобные инструменты мониторинга С помощью которых мы можем отслеживать сетевую активность пользователя Конечно же, мы должны понимать, собственно, как работают пользователи Что они обычно делают, с какими приложениями они работают Какие документы они открывают или создают, или типы документов Куда они обращаются чаще всего К корпоративным приложениям в СОДе, к облакам и так далее Это позволяет нам выстроить некий профиль поведения сотрудников на удаленке И любые отклонения, ну, разумеется, в пределах определенной дельты Позволяют нам выявлять те или иные аномалии и компрометации его рабочего места Либо, когда компрометации не произошло, но человек начинает работать на сторону Зарабатывать еще где-то Понятно, что это не криминал, понятно, что это не угроза информационной безопасности Но это скорее вопрос корпоративной культуры Может ли сотрудник работать на нескольких работодателей Разрешено ли это соответствующими политиками, трудовыми договорами и так далее Если да, ну и нормально Если нет, то СОК нам как раз позволяет выявлять такого рода вещи И сигнализировать в ИЧАР руководителю сотрудника о тех или иных отклонениях Это как раз очень неплохо показывает роль СОКа и его некое value Не только для безопасности, но и для других подразделений внутри компании То же самое касается и мониторинга рабочего времени Для многих работодателей это стало тоже определенным челленджем Отслеживать, сколько времени человек работает А не просиживает в PSP или в каких-то онлайн играх и так далее Или он просто гуляет на свежем воздухе в рабочее время Соответственно, это надо отслеживать И вот здесь у нас сразу возникает вопрос С помощью чего мы это можем делать У нас есть традиционный инструментарий, который мы ставим на рабочих местах Но, к сожалению, ни антивирусы, ни тому подобные инструменты Далеко не всегда отдают необходимый нам объем данных Здесь необходимо использовать или технологии класса EPP, Endpoint Protection Либо лучше всего технологии класса EDR, Endpoint Detection and Response Которые могут отдавать гораздо больше данных Которые направлены на выявление именно инцидентов безопасности И которые позволяют нам проводить расследования на энпоинтах Собирают различные артефакты и тому подобные вещи Именно EDR, наверное, здесь будет лучше, чем даже те же самые встроенные логи в Винде Да, они позволяют выявлять еще многие вещи Но в этом случае вся корреляция у меня будет осуществляться на уровне SOC В случае с EDR, большая часть корреляции у меня И выявление инцидентов будет выявляться непосредственно на Endpoint И SOC уже будет поступать некая аккумулированная информация С точки зрения защиты периметра и мониторинга периметра Здесь ничего нового, наверное, я не скажу И не буду тратить время на этот рассказ Это то, чем SOC сегодня занимаются просто на отлично И они продолжают это делать Единственный нюанс, о котором надо помнить Что если компания уходит в облака То периметр у меня перемещается также в облака Или точнее он разделяется У меня появляются виртуализированные фаерволы Где-нибудь в облаке Это может быть Яндекс.Облако Это может быть Mail Это может быть Сберклауд Это могут быть Amazon, GCP, либо Azure Не так важно В любом случае мы должны иметь возможность Собирать данные и с этого периметра Не забывая про этот очень важный источник информации Для выявления тех или иных событий безопасности С точки зрения мониторинга CODA Здесь очень важно применение уже не средств защиты периметра CODA То есть границы, которые очерчивает центр обработки данных А средств внутри центра обработки данных Это решение класса NTA или решение класса NDR То есть Network Detection Response или Network Traffic Analytics Которые позволяют нам выявлять аномалии Собирая эти данные с сетевой инфраструктуры Либо с отдельных хостов Причем неважно работают ли эти хосты на уровне барметал серверов Либо они работают на уровне виртуализированной инфраструктуры Либо без серверной технологии Либо контейнеры Не так важно Технология мониторинга должна учитывать Это и позволяет собирать данные именно с CODA С уровня приложений и до уровня внутренней сетевой инфраструктуры А не только на границах этого самого CODA Поэтому здесь так важно именно применять технологии NTA, NDR Они же, кстати, позволяют помимо функций безопасности Решать и вопросы, связанные с контролем рабочего времени Сколько человек работает с корпоративными приложениями То же самое касается и облаков Если мы размещаем приложения или данные в облаках Здесь будут применяться те же самые принципы Но если речь идет о применении каких-либо SaaS платформ Тип Office 365, Salesforce.com, Dropbox, Box, WebEx Teams, Zoom и так далее То здесь возникает другая проблема При выборе такого рода технологий Если, конечно, у безопасности есть возможность этого выбора Или участия в этом выборе Надо смотреть, какие логи и какие вообще возможности Есть у такого рода облачного провайдера Какие логи он отдает, какие события он отдает И что мы с ними можем делать Далеко не все облачные провайдеры А российские практически не один К сожалению, этого делать не умеют На сегодняшний момент времени Да, они активно развиваются Но пока это достаточно большая проблема Собирать данные с российских облаков Именно с точки зрения мониторинга И это очень важный момент, на который надо обращать внимание Поэтому здесь возникают такие инструменты, как CASBI Или решение, которое на русском языке звучит Очень неприятно под названием SASI То есть это решение, которое позволяет мониторить доступ к чужим облакам И мониторить то, что происходит внутри чужих облаков Включая утечки, включая подбор пароля Включая компрометацию учетных записей облачных сервисов на базе SAS Ну и наконец, последний элемент – это мониторинг каналов Здесь обратите внимание не только на мониторинг VPN Но и на мониторинг, например, BGP-анонсов для таблиц маршрутизации Потому что уже существует не один, не два и даже не десяток кейсов Когда у компаний просто крадут трафик Перенаправляют его на узлы, на автономные системы злоумышленников Который, собственно, пропускает через себя трафик Либо просто прослушивают, что происходит Либо вносят в него изменения И тем самым могут красть деньги Такие кейсы были, например, с различными биткоин-биржами Криптовалютными биржами, у которых крали огромные средства Именно за счет модификации маршрутной информации И как бы кражи денег Которые очень сложно отслеживать традиционными инструментами Это тоже достаточно важная тема, на которую надо обращать внимание Ну и последний, наверное, момент На который мне хотелось бы обратить внимание Это, собственно, сам сок на удаленке Не то, что мы мониторим удаленных пользователей А сам сок, который работает на удаленке Это тоже определенный челлендж У нас есть статья на Хабре, которая посвящена этому вопросу Это тоже непростая задача Как обеспечить работу сотрудников сока Которые также находятся на удаленке Как им обеспечить доступ к инфраструктуре сока К инструментам сока И как они будут проводить расследование Тех же самых удаленных работников То есть такая очень непростая схема Удаленный работник проводит расследование удаленного работника С помощью удаленных инструментов То есть такая тавтология Но это то, с чем приходится иметь дело Последние 9 месяцев И здесь также наработан уже определенный опыт На что стоит обратить внимание Вот в статье на Хабре мы постарались поделиться этой информацией В принципе, наверное, это все, что мне хотелось сказать По теме мониторинга удаленных работников С точки зрения именно деятельности сока И я надеюсь, отдельные моменты были в этой презентации для вас полезны И еще раз приношу извинения, что выступает не Руслан Иванов, а я Надеюсь, я не сильно испортил его презентацию Которую я увидел сегодня первый раз Большое спасибо, коллеги Алексей, огромное спасибо за доклад Спасибо Это, наверное, даже счастье, что, к сожалению, Руслан не смог приехать И выступали в итоге вы Главное, чтобы Руслан этого не слышал Алексей, подходите поближе, чтобы мы поплотнее пообщались с вами Вы, как всегда, на высоте Наверное, только ваши доклады могут На подиуме Да, только ваши доклады могут конкурировать с нашими уважаемыми регуляторами И у нас уже появились первые вопросы от наших участников И вопрос от Ивана Какой, на ваш взгляд, самый безопасный метод подключения? И будет ли комбинированный способ среди всех перечисленных методов Вами самым надежным? К сожалению, я не назову самый безопасный способ Потому что это зависит от того, какие у нас риски Какая модель угроз, какие технологии мы применяем в организации Например, у нас в ЦИСК организован прямой доступ к нашим корпоративным ЦОДам Либо к облачным приложениям через VPN клиента Ну, с необходимым набором средств защиты на наших инпоинтах Для кого-то это небезопасно Кто-то использует RDP, кто-то использует VDI Кто-то использует портальные технологии Здесь универсального ответа, к сожалению, а может быть, к счастью, не существует Отлично, давайте пойдем дальше И второй вопрос от Азима Про бьет Как выявлять аномалии на домашних личных бьет-системах сотрудника И правильно выстроить их профили поведения? Ну, на самом деле здесь разницы большой нет Между бьет-устройством либо служебным устройством Мы устанавливаем необходимые компоненты Если это служебное решение, то это, как правило, продукты класса EDR Если это бьет, то есть смартфоны, планшеты Это решение класса MDM Которые, в общем-то, также имеют необходимый функционал С точки зрения отдачи событий безопасности Которые можно загружать в CM и в соки Коррелировать, выявлять какие-то аномалии То есть мобильность устройства и то, что оно личное устройство Не сильно отличается от корпоративной Единственное, надо разрулить саму ситуацию, что сотруднику разрешено с личного устройства подключаться к приложениям Если да, то он должен будет выполнять все требования политик безопасности Которые накладывают с точки зрения мониторинга Спасибо И следующий вопрос связан с антивирусами Когда-то мы говорили, что без антивирусов нельзя Потом стали говорить, что все антивирусы уже бесполезны Сейчас мы видим антивирусы нового поколения Какую же роль будут играть антивирусы нового поколения в сок? Я, к сожалению, не вижу антивирусов нового поколения Практически все вендора, которые раньше были классическими антивирусными Уходят в сегмент либо ЭПП, либо ИДР Это и Касперский, и Доктор Веб, и Соф, и Сентромакер и так далее Поэтому антивирусы постепенно включаются, как один из движков В решение по защите эндпойнтов Поэтому роль у отдельного антивируса постепенно снижается И в ближайшее время вообще исчезнет Останется только решение либо ЭДР, либо ЭПП, но кто кого поглотит Отлично, Алексей И следующий вопрос от Вячеслава Без рекламы просит, не называя слово ЦИСКО, наверное Я вообще не называл ни разу, по-моему Ну, на всякий случай Кто по вашему опыту из зарубежных сервис-провайдеров отдает логи и тому подобное Мы международная коммерческая компания и не находимся под требованием регуляторов Кто из вендоров отдает и без рекламы? Это странный вопрос, но я могу сказать, что, наверное, наиболее продвинутые логи сегодня с точки зрения безопасности у Амазона На втором месте это Azure И на третьем месте GCP, Google Cloud Platform Но они потихонечку догоняют двух названных вендоров И здесь все зависит от того, какие приложения в облаке вам нужны От этого будет зависеть, собственно, какие логи безопасности вы будете получать Но они в ближайшее время, я думаю, в течение следующего года сравняются между собой Отлично, Алексей, к сожалению, время у нас заканчивается Несмотря на то, что вопросов у нас достаточно много Но я уверен, что Алексей сможет ответить на все оставшиеся вопросы в чате Тем более Алексей у нас сегодня заслуженный модератор в чате Поэтому еще раз спасибо большое, Алексей, за выступление Занимайтесь своим заслуженным местом в зале А сейчас мы движемся, коллеги, дальше И я приглашаю на сцену нашего заключительного спикера с третьим докладом в нашем треке Это Иван Мелехин, директор по развитию компании информзащита Иван расскажет про особенности разработки технического задания на внешние сервисы СОК Иван, прошу на сцену, вам слово Здравствуйте, уважаемые коллеги Благодаря этой накладке можно сказать, что первый раз у меня в жизни На разогреве выступал Алексей Лукацкий, это немножко волнует, я нервничаю Но давайте перейдем непосредственно к теме моего выступления Вы знаете, в последнее время есть такой тренд по переходу на практическую безопасность Когда рассказывают на мероприятиях о каких-то сложных атаках Или каких-то ужасах по статистике, по количеству инцидентов Либо о сложных технических средствах Но когда я готовился к этому выступлению, я подумал, что на самом деле это все здорово, классно Но там геройское противоборство хакеров занимает не самую большую часть моего времени А достаточно большую часть занимает такой банальный бытовой быт А именно работа с документами И один из самых, наверное, важных документов, которые можно встретить при работе и у вас у заказчиков, и у меня, как у подрядчика Наверное, это техническое задание Почему? Ну, потому что, конечно, в идеальном мире выбор поставщика сока выглядел бы примерно так Вы провели пилоты, посмотрели, познакомились с каждым Вам кто-то понравился, вы нашли, как говорится, синергию И заключили договор или контракт И непосредственно перешли к сервису Но, как мы знаем, в любой организации, вне зависимости от форм собственности Наверное, вне зависимости от размера Есть большое количество требований, связанных с закупочными процедурами С тендерными процедурами, с формальными процессами выбора поставщика И вот в этом месте, как бы, начинает появляться его величество техническое задание Хочется отметить, что техническое задание Его обычно, ну, как-то, скажем так, про него помнят на этапе до заключения договора Либо до подключения к сервису А потом про него забывают, как бы, зачем оно нужно Это некий формализм При этом, там, на этапе заключения, ну, подготовки к конкурсу, требованиям Его используют, скажем так, несколько необычно Ну, понятно, что пытаются получить какой-то функционал от поставщика Который, может быть, у него нет, а может быть, и есть Пытаются каким-то образом минимизировать возможность выхода на площадку нежелательных поставщиков Но при этом, на самом деле, техническое задание, оно может реально помочь Причем оно может реально помочь, там, через месяц, через два, через год После того, как вы отыграли конкурс и скинули это все в архив Например, в случае смены команды, да, когда там произошла смена людей Надо вообще понять, а что происходило, зачем эти тратились деньги, да В случае проверки вашей работы, если, допустим, возникает вопрос А что вы делаете и зачем, да, то всегда можно сослаться на техническое задание И показать, что, в общем-то, вы не просто так деньги тратите Безусловно, в случае возникновения претензий к качеству поставляемого сервиса На основании чего мерить? Как ругаться? Техническое задание Ну и иногда бывают такие случаи, редко но бывает, когда, в общем-то, участники банкета забывают А что они, собственно говоря, должны были сделать И тут опять можно поднять техническое задание и посмотреть, что же там есть Но поскольку мы говорим о техническом задании в отношении сервиса Сервиса Security Operation Center Хочется отметить одну важную часть, о которой очень часто забывают Сервис Soka — это, в общем-то, стандартизированный сервис Большие провайдеры затачивают свой сервис для того, чтобы оказывать услуги большому количеству компаний Это не сервис, который строится под вас Но при этом он стандартизирован у всех немножко по-разному То есть это некие такие типовые кастомизируемые решения, но они разные Могут быть разные платформы, могут быть разные пайплайны Могут быть разные интерфейсы взаимодействия вас и провайдера Может быть разное понимание терминов и слов И, собственно говоря, поэтому нужно, поскольку в любом случае Вы будете выбирать из нескольких поставщиков с одной стороны С другой стороны, к вам на конкурс все равно придут несколько поставщиков Нужно найти некий базис, на основании которого общий базис Который бы был одинаково понятен и вам, и вашим поставщикам Что может быть в качестве использованного этого базиса В случае, если мы говорим о Security Operation Center Безусловно, то, что есть у вас Ваши источники событий, объем данных, которые они генерируют То подмножество функционала, я потом объясню, почему я так аккуратно выражаюсь Подмножество функционала из-за функционала предоставляемого провайдера, который вы хотите Уровни сервиса, ваши SLA, параметры контроля Как вы хотите контролировать поставщика, на основании чего, зачем Тут на сцену появляется техническое задание Я, как, скажем так, человек несколько традиционный Приверженец классических ценностей Помню еще, что есть такой ГОС-34 на создание автоматизированных систем Но мы его не будем в лоб использовать, потому что он, в общем-то, не совсем подходит Мы его немножко адаптируем и сделаем из него техническое задание на центр мониторинга безопасности Я не буду сейчас перечислять разделы, они есть на слайде, потом можно будет запросить у нас Итак, что может быть в этом техническом задании? Ну, безусловно, раздел «Вступление», там «Общие сведения о заказчике» Самый главный — перечень сокращений Тот глоссарий, тот словарий, на котором вы будете изъясняться с подрядчиками Цели и задачи Знаете, в целях и задачах очень часто вписывают, типа, повышение уровня кондициональности, снижение уровня рисков, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла И чтобы было счастье на земле Это можно Но, с другой стороны, может быть, туда стоит попробовать вписать реальные цели, измеримые цели и задачи, которые вы хотите получить, реализуя этот проект, получая этот сервис С одной стороны, для того, чтобы, ну, банально, чтобы в конце, допустим, этапа завершения этой работы вы могли отчитаться перед руководством А то, чтобы поставленные цели выполнены хорошо, вы молодец Или о том, что достигнуты цели, значит, надо продолжать эти работы Дальше Границы проведения работ Ну, все мы знаем о том, что если вы хотите как можно сильнее затруднить участникам тендерных процедур оценивать трудозатраты и стоимость на проведение работ, то в границе проведения работ не надо писать ничего Или надо писать такое, чтобы никто ничего не понял Но на самом деле, по-хорошему, туда бы нужно вписать именно те сведения, ту информацию, которую вы хотите подключить к соку Площадки, источники, наличие у вас своих каких-то систем, наличие у вас лицензий, наличие у вас мощностей Состав и содержание работ Обычно рассматривают три этапа, вообще обычно рассматривают два этапа, но по-хорошему надо три И в этом разделе, помимо состава этапности, описываются требования к этапам Обычно это подключение, основной этап Итак, на этапе подключения Здесь нужно написать требования к тому, что вы хотите, чтобы происходило на этапе подключения Хотите ли вы, чтобы ваш провайдер уточнил состав источников Хотите ли, чтобы под вас были настроены политики аудита Кто должен настраивать, собственно говоря, эти политики на источники Как осуществлять и кем контроль подключения Нужно ли дорабатывать какую-то организационную документацию или сервис-левит-аграмменты, разрабатывать карты коммуникации. То есть все, что должно быть сделано до того, как вы перейдете к сервису. Основной этап. Здесь все понятно. Как это? Долгая, бурная, счастливая жизнь совместная. Нужно просто описать требования к вариативности, потому что кому-то нужен мониторинг, кто-то хочет реагирования, у кого-то есть госсобка. Этап подключения. К сожалению, очень часто про это забывают. Надеясь, что жить будут вечно. Все равно в какой-то момент наступит этап, в котором вы отключитесь от этого поставщика и, допустим, перейдете к следующему. И нужно учесть, кто, что и как должен здесь делать. Ну, требования по взаимодействию со смежными системами понятны. Если, допустим, вы не хотите в сервис-деске провайдера, а хотите работать в своем сервис-деске, нужно это учесть и отразить. Параметры оказываемых работ. Самый важный раздел. Как вы, собственно говоря, будете мерить тот сервис, который вам оказывают. Какие численные значения будете использовать для измерения его качества. Какой SLA, какой режим обслуживания 24 на 7, 9 на 5. Какая матрица ответственных каналов взаимодействия. То есть все, что, то, как вы будете мерить уровень оказываемого сервиса. Ну, требования к документированию – это такой понятный раздел, на котором, наверное, не стоит останавливаться. Самое главное, что можно сказать, что нужно как-то уточнить, будут ли это отчеты генерироваться по запросу, или это какие-то онлайн-отчеты в портале. Требования к исполнителю останавливаться не буду. Все мы знаем, зачем используется этот раздел. Все мы знаем, что туда писать. Это такое вот такое. Ну и ошибки. Давайте я одну расскажу, потому что мне говорят, что уже время мало. Основная, самая страшная ошибка, которую я видел, когда заказчик собирает несколько технических заданий от разных поставщиков, смешивает это в одно и выдает на гора. Думая, видимо, что вот те стандартизированные сервисы волшебным способом можно объединить и получить некое животное, которое удовлетворяет всем вашим требованиям. К сожалению, так не бывает. Но если вы хотите получить шаблон технического задания, можете по QR-коду его запросить. Вопросы можно писать мне на почту, которая в презентации есть. Собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Иван, спасибо большое за доклад. Честно говоря, я человек, проработавший 10 лет в системной интеграторе, тоже, как и вы, понимаю, что от того, насколько будет подробно и детально расписано ТЗ, собственно, зависит и успех дальнейшего проекта. Поэтому действительно эта тема очень важная для всех нас и для наших участников. А сейчас давайте перейдем к вопросам от наших участников. И первый вопрос от Олега. Как формировать SLA? На какие критерии обращать внимание в первую очередь, чтобы и задачи выполнить, и бюджет лишний не потратить? Ну, смотрите, в первую очередь вам нужно запросить типовой SLA у пары поставщиков, потенциальных вашего сервиса. Вы сразу поймете много и о себе, и о них, и о том, как его формировать. Но нужно учитывать время первичной реакции на инцидент, время принятия инцидента в работу, время выдачи рекомендаций на инцидент. Если есть функционал по реагированию, время реагирования. Собственно, это базовые вещи. Понятно. И вот тут вопрос от вашего конкурента, уважаемого Алексея Комарова. Наверное, он хочет воспользоваться вашим опытом и как-то использовать в своих проектах. Как подробно и грамотно описать в ТЗ границы работ, если не хочется этапа обследования и тем более разработку ТЗ выносить в отдельную закупку? Пилоты делайте. Делайте пилоты и на пилотах узнавайте все, что хотите. Очень емко и правильно, мне кажется. Ну и мне очень хочется задать от себя вопрос. Разработка ТЗ в мирное время и сегодня, она чем-то отличается? Нет, не отличается. По большому счету мы старались и в мирное время разрабатывать ТЗ, как сегодня. Не делая скидки на какие-то поблажки, на близость клиентов. Как вы правильно сказали, при выходе ТЗ это основной документ, который задает потом все отношения. Как ты его напишешь, как ты шкуну назовешь, так она и поплывет. Как ТЗ напишешь, так оно и получится. Спасибо за ответ. И у нас есть еще один вопрос от Ивана. Если ТЗ уже согласовали с заказчиком и потом последний просит поменять что-то, ну классическая ситуация, то исполнитель вправе отказаться от работы или нет, даже если уже внесли предоплату за работу? Вы знаете, это все зависит от тех конкурсных процедур, в рамках которых это происходило, там, будь это госзакупки или не госзакупки, да. Это зависит от ваших отношений с заказчиком, в том числе, я не знаю, там, некоторым заказчикам нельзя отказываться, даже если они поменяли после закупки. Некоторым заказчикам, наверное, нужно подумать, можно ли отказаться или нет. Это такой интимный вопрос, ваше взаимоотношение между вами и заказчиками, что пускать туда третьего человека с советами, знаете, это как-то, наверное, не очень правильно. Понятно. Ну, логичный ответ. Спасибо, Иван, большое за ваше выступление. Занимайте ваше место. Ну, а мы, коллеги, будем подводить итоги. Все наши выступления третьего, первого трека завершились. И можно подвести некоторые промежуточные итоги. Что мы видим? Мир меняется, жизнь наша, жизнь вокруг нас тоже меняется. Мы видим, что меняются регуляторы, выводят на рынок новые сервисы для того, чтобы в соответствии с новым духом поддержать и помочь нам с вами, потребителям услуг. Также мы видим, что меняются сами соки, как коммерческие, так и государственные. Выводятся также новые услуги, мониторятся новые системы. Кроме этого, как рассказывал сейчас Иван, очень важно грамотно подходить к разработке документации, особенно ТЗ и последующих проектных документов. При этом, опять же, мой вопрос был немножко сподковыркой. Наверняка в каких-то ситуациях все-таки может возникнуть какая-то специфика, связанная с удаленной работой, и с тем, что же будет в соответствии с этим написано в ТЗ. Ну и на этом, коллеги, предлагаю потихоньку заканчивать. Сейчас на нашем канале будут ролики наших партнеров. Параллельно на первом канале вы можете посмотреть, как готовить сок к жизни. Спасибо, что все это время были с нами, а мы скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok